Приветствую вас. Ну вы знаете, на мой скромный взгляд, вы как-то довольно круто за себя взялись в том смысле, что требуете от себя простить и маму и себя, при том для того, чтобы ждать и выстраивать свою жизнь, типа такого варианта, чтобы не прощать, но при этом принять и понять, вы как-то себе не даете. Потому что вы говорите, что я не могу понять её предательство, то есть по факту я не могу понять и принять того, что моя мама, ну грубо говоря, не защищает мои интересы, а наоборот действует мне во вред. То есть видит по факту во мне некого конкурента, да, некую угрозу и вообще чувств ко мне не питает. То, что вот вы говорите, что 11 лет просыпаетесь с мыслью о том, что произошло, да, и у вас обиды, ну с этим можно поработать, это можно выплеснуть, выразить. Мне кажется, вы не прожили просто до конца эту историю. Ну вот, и плюс это на вас повлияло достаточно серьёзно. По поводу того, что у вас после этого не складываются отношения, ну вы вполне вероятно пытаетесь наказать свою маму. Таким образом, типа вот посмотри, у меня не складывается, вот посмотри, у меня не складывается. Особенно есть случаи, что вы верите в наказание, потому что у вашего бывшего мужа умирает дочь, вот, и вы допускаете, что это может быть наказанием. Причём, что интересно, вы себя за это вините. То есть вы, если я правильно понял, допускаете, что могли как-то своими мыслями повлиять на то, что его ребёнок умрет. Ну, мягко говоря, здесь у вас есть такое вот некое глубинное, мне кажется, возвышение в себя. Вот, есть некоторые проблемы с личной ответственностью, потому что имеется уход в мистику. Вот, есть проблемы с личными границами. Потому что, ну, я посмотрел ваш профиль, я увидел, что вы обращались к эзотерикам неоднократно, но поскольку на данный момент вы задали вопрос в раздел психологии, то, соответственно, со своей точки зрения я могу сказать, что, ну, как бы нет никаких научных доказательств, нет оснований. Я думаю, что человек может, может, своими мыслями как-то на что-то повлиять. Да, есть люди, которые могут изменять свое поле, свое и другого человека. Так людей не так очень много. Если бы вы могли это делать, то мне думается, что жизнь у вас была бы другой. То есть она не та, не та, в которой вы живёте. Вот. Вот это, опять же, вот именно вот про то, что я не могу себя защищать. Я боюсь себя защищать. Когда я себя защищаю, я чувствую себя потом виноватой. Притом, что я очень хочу и верю в наказание и верю, что кто-то или что-то наказывает меня. Ну, так это видится мне, по крайней мере. Вот. Значит, смотрите. Вы говорите, что 11 лет просыпаетесь. Смыслю. Смыслю. Про то, что произошло. Ну, не скоро об этом думаете. Мама ваша живет дальше. Она это отпустила. Вы нет. Вас это задело. Ну, вот тут осталось какие-то непроработанные моменты. непрожитых моменты, неосознанные моменты, непрожитые моменты. По поводу про решение, штука здесь в том, что простить значит принять. Не все вещи можно принять. То есть какие-то вещи можно принять, какие-то нет. Какие-то вещи можно понять, но не принять. Поэтому вам важно не то, чтобы простить свою маму. А вам важно отказаться от требования наказать, как мне кажется, себя. То есть вот, образно говоря, та травматичность, которая появилась по результату, ну, события, с которого все началось. Вы сделали для себя определенный вывод по отношению к себе. Какая я? Какая я? И сделав этот вывод, вы, вполне вероятно, его продвигаете. Вопрос только в том, какой вывод. Вот. Ну и я так думаю, что еще до описанной вами ситуации, у вас с мамой могли быть некоторые проблемы. Вот. И, в частности, у нее есть проблемы с мужчинами. Вот. В частности, я думаю, что есть элемент обесценивания мужчин. Таким образом, как и у вас тоже этот элемент присутствует. Наоборот. Ситуация разложняет то, что мама не идет на контакт. То есть она очучивается, отмекивается. Ну, этот вопрос решаем. То есть я думаю, что с психологом вы сможете лучше узнать и себя, и маму. Главное, чтобы было желание это делать. У вас, желание у вас, чтобы это было делать. Вот, в принципе, то есть я могу сказать. В какой-то степени мне показалось из вашего текста, что вы себя беда в глубине души. Вот, может быть, из-за того, что вы обидели, да, может из-за того, что вас бросили, предали. Ну, вот, вы ставите себе на душ. То есть вот, когда вас предали обидели, вы могли, ну, позволили себе то, чего никогда бы не позволили, если бы этого не произошло. И вам это состояние могло бы понравиться. И с одной стороны, вы от обиды избавиться хотите, а с другой стороны, как бы если бы избавитесь, то позволять себе больше вы не сможете от того, что позволяет сейчас. К тому же, раз вы себя вините, значит, это практика такая, серьезная достаточно практика, практика, вот, что я могу себя винить, я должна себя винить. Ну, там, неважно за что, да, вот. Поэтому, вот, на этот момент я хотел бы обратить ваше внимание. Мне бы хотелось отдельно, отдельно уточнить. Вот, вот, какой момент. Вы, правда, положа руку на сердце, я считаю, что есть какой-то универсальный способ простить другого человека. А если этот способ есть, вы, правда, готовы безоговорочно ему следовать? Игнорируя, подходит он вам. Не подходит он вам. Подумайте об этом. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и, вы знаете, нет, я забыл еще кое-что сказать, поэтому мы еще немножко продолжим. Частично я этого коснулся, но мне бы хотелось раскрыть немножко тему подробнее. Смотрите. Вы говорите, предательство. А предательство, вот как предателя, да, можно воспринимать человека, который сожалеет о том, что сделал. Тогда, обычно, он находится в каких-то отношениях. Вы понимаете, что он предал, он понимает, что он предал, как бы, на лицо есть некий конфликт внутренний его, допустим. И, соответственно, уже как-то вот выбирать, да, решаем мы конфликт или нет, например. В случае, если предатель не считает себя предателем, да, в случае, если, ну, предатель не согласен с тем, что он предатель, что вы не находитесь в отношениях и, по факту, варите в собственном соку. И, по факту, 11 лет, которые вы никак не можете опустить эту ситуацию, связано еще и с тем, что, по-прежнему, вы требуете от своей мамы какой-то обратной связи, она уже еще дальше, она уже забыла. А вы считаете, что нет, она больна, как так, она совершила такое. Но проблема в том, что такое только для вас, а для нее нет. А вы требуете от нее. Вы считаете, что он... Вы видите в ней человека, который совершил такое, а для нее ничего такого нет. И вот эта разность между тем, как вы видите человека и как она себя ощущает и тяготит вас, тормозит вас. То есть, вы не видите маму реальной, вот какая она есть. Вы видите ее той, какой вы хотите ее видеть. Какой она должна быть, по вашему мнению. Или, может быть, какой мама должна быть по ее мнению, но транслированному вам. Это очень важный момент. Ну, помимо того, что с обидами нужно работать. Следующее. Вы не можете спросить маму, вы не можете двигаться дальше. У меня вопрос, а для чего двигаться дальше? Вот, понимаете, я сложил впечатление, что вы тяготите, может быть, хотя я могу ошибаться. Здесь все-таки 11 лет прошло. Я понимаю, что это, по сути, ваш текст создает такое впечатление, но все равно. Какие у вас интересы в жизни вообще? Что вас привлекает, что вам нравится, чем вы занимаетесь. Почему для вас, вот, важнее это? То есть, понимаете, как бы, понятно, что от мамы такого не ожидаешь, безусловно. И понятно, что это предательство, но она ведь сделала это, потому что ваш муж тоже этого хотел. И муж сделал это, потому что она этого хотела. То есть, их ответственность, в принципе, 50 на 50, на 50, на 50. И ваша мама не была вашей мамой в этот момент, она была к кем-то другим. Вот вы не видите ее к кем-то другим, и вы не двигаетесь дальше, чем отношения мать и дочь. Вы двигаетесь, вы остаетесь на этой позиции. Хотя, в принципе, как мать и дочь, вы уже не взаимодействуете очень давно. Очень давно. И то же самое, мне кажется, касается и вашей жизни, что вы зависли, что вы застрелились, что вы не двигаетесь вперед. Что вы не развиваетесь. Поймите правильно, я не обесцениваю то, что произошло, но вы обижаетесь на маму не потому что ушел муж ваш. Не потому что распался брак, он бы распался, так или иначе. Вы обижаетесь на маму, за то, что она не оправдала ваших ожиданий, не поступила так, как должна была. Вы обижаетесь на маму, за то, что она не любит вас, как вам хочется, как вы, не знаю, требуете от нее этого, что ли. Она так любить вас не может. Она рада бы, она хотела бы, может, но не получается. Она вот определенный такой человек. И вот слитесь вы на нее за то, что она не соответствует тому образу матери, который вы сами себе придумали. И мне кажется, что знали вы это всегда, еще до того, как вся эта ситуация произошла, еще до того, как распался ваш брак и так далее. Если вы всегда это знали, всегда обида у вас была на нее. Просто не было возможности проявиться. А сейчас такая возможность есть. Вот эта проблема, и проблема того, что вы в какой-то степени повторяете сценарий своей мамы по отношению к мужчинам и, возможно, чем-то еще. Вот эти две проблемы являются ключевыми здесь. И работать с ними, на мой взгляд, нужно постепенно. Постепенно, постепенно прорабатывать, прорабатывать. Вот. Пока, ну, как бы вот, настолько, насколько это возможно не будет скорректировано. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Вы знаете, обычно используют технику сложения письма, технику, там, написание... Ну, написание методов, по сути, обреагирование, да? Вот. Мне кажется, что вам в данном случае эти техники не помогут. Я думаю, что в какой-то степени вы человек, да, человек достаточно требовательный, я бы сказал, даже жесткими местами, хотя, ну, вам манипулировали, и, вероятно, где-то и в чем-то вы мягко. Но, мягко, увы, в том, когда дело касается ваших желаний, а вот в том, где ваших желаний нет, или они непонятны, вы можете быть достаточно жесткой. Это вот такая особенность зависимого человека. Зависимого, созависимого. Вот. И, соответственно, у зависимых людей есть некая подавленная агрессия. И эту подавленную агрессию я чувствую у вас. И в этом нет ничего страшного, или чего-то плохого. С этим тоже нужно работать. И эту самую агрессию выплеснуть. Потому что вы себя не защищали тогда, когда было нужно. Вы не делали этого вовремя. И в итоге, в итоге мужчина вас не ценит. Ну, я полагаю, что вы не умеете. Вы не умеете это делать, но тем не менее. Все. На этом теперь уже точно все. Извините за такой некоторый симбур в ответе. Я записываю все с первого дубля. Поэтому, как бы, я желаю вам удачи. И теперь уже окончательно. Вот, всего вам доброго. И я надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.